Лев Яковлевич Рохлин, еврей, но еврей детдомовский, потерявший там многое во время войны, и он для нас пример воинского долга, воинской чести. Они по своему характеру, по своей сути торгаши, и главный их раввин это деньги. Они овладевают деньгами, вот они действительно овладеют деньгами, а потом они на эти деньги покупают всех и все. И там же говорит, а вы христиане превратили себя там в товар, продаете, и среди вас гораздо больше евреев. Здравствуйте, уважаемые гости нашего канала. Мы с вами на перехват управления, и у нас сегодня по скайпу Леонид Григорьевич Ивашов, доктор исторических наук и генерал-полковник в отставке. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Чуть не понизил у вас звание. Уважаемые зрители, да. Леонид Григорьевич, ну, самая горячая тема, это, конечно, израильская тема, плюс еще там очень много подводных камней. И вы, пожалуйста, как генерал, как специалист, как единственный, кто 19 лет, даже 20 неполных, преподавал геополитику, мимо, а потом и в московском государственном и эстетическом. Так что больше будем говорить, наверное, о геополитике. Но я сначала хотел обратить внимание, мы с тобой, не сговариваясь, сегодня в темных одеждах, потому что не все, видимо, так светло. Не все так светло. Ну, вы знаете, мой вопрос, кто что, какие цели преследует, кто за этим стоит, потому что даже Израиль неоднороден, там говорят несколько сил, вот, Британия, американцы, интересов много, Иран тот же самый. То есть захват Ирана или все-таки это религиозный конфликт, чтобы все-таки вот эту аляксу захватить? Ваше мнение? Ну, действительно, это вопрос сложный и без проникновения в глубины истории мы многого не поймем, если не поймем ничего. Ну, вот, свежие такие факты. Вот, смотрите, идет форум представителей всех мировых религий и конфессий христианского мира, исламского мира. Идет сегодня в Казахстане. Вот. И там выступает, ну, представитель иудаизма и говорит о том, призывает, ну, сначала говорит о том, что все должны жить в мире, и призывает все религии и конфессии бороться с проявлениями антисемитизма. Вот. Но ни слова не говорит о главной вообще-то беде, о главной причине, не говорит о пси-осионизме, о сионизме. А это две совершенно различные вещи по сути своей. Потому что сионизм был осужден Генеральной Ассамблеей ООН как форма расизма. Вот на это обратить внимание нужно. И с другой стороны, вот, мы знаем, как говорят о расизме, о фашизме. Это, значит, сразу все смотрят на Германию. Но Германия, вот, германский вот этот нацизм, расизм, это всего лишь производные. И первыми расистами в глобальном масштабе именно были сионисты. Сионисты, вот, сначала, значит, сионисты проявились в виде того, что нужно создать в Палестине там государство для Израиля. Вот. Но затем Театр Герцель, это конец 19-го столетия, ну, его родоначальником сионизма. Значит, он, ну, говорят, это надо вообще-то евреев читать, вот, там много-много можно больше понять, чем мы с тобой говорим. Читать и современных того же Израиля Шамира, Эдуарда Ходоса. И они, кстати, вот, говорят об этом, что родоначальниками являлись-то вообще-то иудеи расизма. Да. И причём, вот, читать так называемые священные еврейские книги, Тору, Талмуд, ну, я бы рекомендовал Зогар, есть такая книга. Вот. Ну, и наши, в нашей России, где каждый хасидский раввин носит в кармане Танью, есть такая книга. Китсун, Шурхан, Арух, вы, кстати, там судились с ними по этим книгам. Ну, и смотришь, что действительно, вот такой формы расизма ни у одного народа, ни у одной цивилизации нигде не было. Потому что делят не просто, там, ну, вот этот расизм, даже, который, там, гитлеровцы поменяли. Ну, и были последователи, вот, какую-то, там, нацию берут и, значит, проявляют по отношению к ней, там, российские, вот, эти приёмы. Всё, высшая раса, там, ну, мы видим, Гитлер есть, вот, благородные, арийские расы, и даже, там, англичан он не заводил своих, вот, идеологических противников, да. А дальше, ну, как бы, унтерменши есть, то есть, несколько, три, по крайней мере, слоя. А вот в еврейских книгах и писаниях там делят мир на евреев и гоев, все остальные для них гои. И они были первыми, кто запустил, вот, эту российскую теорию. Затем были, там, англичане позже пришли, потом американцы, тот же Джошуа Стронг, 1885 год, там, о богоизбранной нации, об американцах, там, говорит. А гитлеровцы, они уже были, ну, по крайней мере, четвёртыми даже, вот, в этой российской теории. И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал, вот, Равин выступает, представитель иудаизма, вот, всех приживает бороться с малейшими проявлениями антисемитизма. И тут же, вот, Равин Фельдман, мне прислали, буквально, вот, пару часов назад, прислали, он, значит, заявляет о том, что нужно бороться за разрушение государства Израиля. Я даже, вот, могу, если необходимо, включить его, или найдёте, где, говорит, что государство Израиль запрещено там святыми писаниями вообще создавать подобное государство. И вот так разноголосится у самих евреев. Я удивился, буквально пару дней назад мне тоже прислали диалог Михаила Лайтмана. Это известный каббалист с хорошим русским языком, и он с одним из украинских евреев, я так назову, полемизирует по поводу этого конфликта. Да, ну, он представитель гражданина Израиля, в Украине работает просто сейчас. И он ему говорит, а что, ты оккупант, ведь евреи оккупировали Палестину, оккупируют там другие территории, вот, вот такая, кажется, неразбериха. Это Лайтману, да, говорят? Михаил Лайтман, да, вот это-то есть в интернете, да. Он говорит украинскому или кто? Кто кому, я не поняла. Он украинск, ну, работает на украинских там СМИ, да, и вот он задает ему там вопрос, что посмотрите, палестинцы напали там, вот, жестокости проявляют. А он говорит, так, а почему не напали? Потому что ты оккупант, и вы, израильтяне, оккупанты, вот, пожалуйста. Поэтому, я говорю, сами евреи не разберутся. И поэтому, вот, главные вопросы, которые сегодня стоят в отношении, там, антисемитизма, вот, агрессии, якобы, против Израиля, это вопрос самим израильтянам, евреям и иудеям. Это понятие совершенно разное. Израильтяне, одна из сущностей, гражданин Израиля, вот, есть еврей, есть иудей, есть сионист. Леонид Григорьевич, по некоторым данным, это я слышала от нашего эксперта, что сионисты и израильтяне, Израиль, это, типа, одно и то же? Нет, 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 не одно и то же. Да, вот, сионизм, как политическое течение, вот, об этом, кстати, Сталин говорил Каганович, что это еврей и сионист, это две разные сущности, вот. И евреям нужно, вот, для меня тоже этот вопрос, но я их адресую евреям. Почему во все века современного, будем говорить, человечества, это еще до нашей эры, особенно, вот, с образованием христианцев, почему евреев выгоняли из всех стран Европы практически, там, с малым исключением, да, почему их отовсюду гнали, начиная, там, испанский король выдворял, и кто их принимал. Их, кстати, принимали, ну, вот, когда гонения вот эти были, Османской империи. А потом уже Кромвель принимал, так называемых, венецианских купцов, когда, ну, и в христианстве, и в исламе был жесткий запрет на судный процент, на деньги из воздуха. Их отовсюду гоняли. Юнона монета появилась совершенно для другого, как форма денежного обращения. Только для многих дел, вот, она возникла в христианстве. Вот. И в России то же самое, очень интересная, вот, единственная национальность, если так можно сказать, которую все, начиная от Ивана Грозного, изгоняли с территории России. И вот давайте возьмем нашу великую Екатерину Вторую. Ведь она в 1773 году, значит, признали указом от 1773 года, она признает все национальности, вот, интересный указ, и вероисповедание на территории России, ну, как бы равными, и призывает к налаживанию дружественных, там, теплых отношений. А в 1778 году, об этом почему-то наши мусульмане редко упоминают, веру модометанского закона, то есть ислам наш, признается второй государственной религией в России. Вот это знали мои студенты, приглашали там и, мол, обсуждали это. А вот в это же время, там, она подписывает, если не ошибаюсь, три указа о изгнании, потом невозвращении евреев в Россию. И было в нашей даже религиозно-философской, вот, мысли, такое течение, ересь жидовствующая. Вот, понимаете? И поэтому вопрос мой к евреям. Разберитесь, пожалуйста, и в антисемитизме, в антисионизме, и придите, прислушайтесь к здравому разуму. Ведь, посмотрите, ну, да, тут и Генеральная Ассамблея ООН, образовывая Израиль, там, и совсем чётко. Но, что на следующий день после объявления государства Израиля, ну, арабы, по сути дела, восстали, объявили войну, и она не прекращается по сей день. Но в 67-м году, в 1967 году, опять вмешательства комиссии ООН, там, с различными подкомиссиями, добились, ну, некоего урегулирования, израильско-палестинского или израильско-арабского вопроса, где и израильское руководство подписало чёткую резолюцию, согласилось точнее, подписи стоят, с тем, чтобы разделить, построить на территории Палестины два государства, израильское и палестинское. Израильтяне, если я не ошибаюсь, они не только эту резолюцию, но и там шесть резолюций было Генеральной Ассамблеи, они ни одну не исполнили честно, верно и до конца. И вот сегодня вот это вот проявляется. Это вот как бы историко-религиозная, значит, вот эта процедура, что ли, вот информация, да. Этот раздел нашей с тобой беседы я бы хотел закончить, вот завершить, точнее, словами Игоря Губерман. Это удивительный, интересный поэт. И его вот эти четырёхсрочники, ну, настолько мощно они вот раскрывают суть, оно звучит так. «По многим ездил я местам, и вам скажу, не без печали, евреев любят только там, где их ни разу не встречали». Вот, но это, опять же, вопрос к еврейскому населению и Израиля, и во всём мире. Леонид Григорьевич, в защиту евреев должна сказать, что всё-таки много и друзей хороших, и это замечательный народ, вот если вот действительно вот делать отличие, да, иудейское мышление, мировоззрение и обычного еврея. Те же самые советские евреи были замечательные тоже люди. Ну, те, которые не сбежали потом, как только возможность появилась в Израиль. Вы знаете, вот изучать еврейскую тему, ну, для России, у меня есть целые там блоки, разделы, и сейчас вот я работаю над новой книгой, да, вот для меня тоже было важно. Вот, ну, когда там Сталина обвиняют в антисемитизме, никогда антисемитом он не был. И вот я рекомендую нашим зрителям найти воспоминания, он есть в интернете, воспоминания Лазаря Моисеевича Кагановича о том, как Сталин его разубедил, или точнее просветил, что такое еврей, вот, и даже какой синоним был советский еврей, да. Ну, вот еврей, значит. И что такое сионист? Вот, это он показывал, ну, он там историю, ну, где-то подчеркивал, что вот Иисус Христ, Будда, это был живой человек, и божество индийское, буддийское, значит, да. Христос был живым человеком. Магомед, значит, пророк исламский, тоже живой человек, а вот у евреев боги, ну, какие-то придуманные, что ли, наверное. Но если взять того же Моисея, который водил их по 40 лет по пустыне, то вот я была в Пушкинском музее, ну, слушайте, он изображается с рогами, и это никто не скрывает. Нет, это живой человек, но Моисей не бог. Они там законы Моисея, они их извратили во многом там, да, вот, ну, он все же не бог. А вот кто такой бог Яхви, там, другие тут... Ну, это я так понимаю, что Яхви – это бог именно вот этой национальности. То есть бог един, но далее идет вот это вот рассыпание, ну, вплоть там, я не знаю, до мурашей и так далее, да, атомов. Это вот весь мир. В принципе, он един, этот мир. Ну, я еще раз говорю, что, ну, во-первых, вот три наши религии – христианство, ислам, буддизм и даже индуизм – признают, что бог един. Но есть везде троица. Да, 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 да. Вот. А у них там, ну, это пусть они разбираются, разбираются в этом. Леонид Григорьевич, а можно поставить знак равенства между иудаизмом и сионизмом? Нет, нет, нет. Вот я двух равенов привел тебе. Один там за антисемитизм и поддержку государства Израиля. Второй, значит, наоборот, призывает молиться за разрушение Израиля. Вот, это свежее в интернете вот есть, там можно найти. За разрушение. Поэтому кто из них иудей и кто сионист? Я полагаю, что тот, кто призывает к разрушению, причем он обращается, что вот святые наши писания запрещают там иметь государство. И посмотрите, ну, вот и сталинскую работу «Марксизм и национальный вопрос» в 1913 год. Сталин там, значит, пять признаков нации дает. И общая территория, общий там язык, там культура и так далее. Вот. И он вот убедительно доказывает, что евреи не являются нацией. Территориально они разбросаны. Говорят на разных языках, значит. Общей даже культуры у них нет. И он говорит, ну, какое там отношение, например, там грузинский, осетинский еврей имеет с американским евреем. Какая общность? Ничего общего абсолютно нет. И поэтому вот он доказывает. Но он признает, Сталин признает, что да, вот в Советском Союзе они являются равноправными гражданами, но не коренными. Равноправными со всеми другими народами, там национальными группами. Вот. А и, пожалуйста, там не закрывали. Ну, там общая борьба против там религии, она общий характер носила. Вот. И вот раввин, главный раввин Москвы, фамилия у меня вылетела, он тогда в те годы, в годы гражданской войны, как раз, он сказал такую фразу, тоже обращаясь к твоей пастве, что революции делают троцкие, а расплачиваются за них бронштейны. Вот. Тоже такая интересная фраза заставляет задуматься. В чем разница между троцким и бронштейн? Бронштейн – это еврей, а троцкий – это сионист. Вот в чем разница. Поэтому, я говорю, ну, дело в том, что уже переходим к геополитике. Кто там стоял первым? Англичане или американцы, но мы их обобщаем, англосаксы. Но они вот этот еврейский фактор, используя сионизм, они создавали государство, которое будет их передовым отрядом держать напряжении вот этой нефтеносной, газоносной, огромный регион Ближнего Востока. Затем, значит, когда они там усиливали свою мощь, значит, они будоражили, ну, многие, как говорится, страны, будоражили, несли и революцию, ну, мировую революцию через Россию. Вот, это их проект был, по сути дела. Ну, там Маркса можно связывать, не связывать, но я вот упомянул, когда евреи потребовали, чтобы в Германии, в Австро-Венгрии, там, для них были созданы политические автономии. Не культурные, а политические. Ну, и там спор возник, там, Бауэр, там, другие философы немецкие, австрийские, значит, вот этот вопрос поднимали и как раз выносили, а это евреи подчеркивали, что у нас особая религия, мы не можем быть там ни христианами, ни протестантами, вот. То Маркс вмешался и в 1848 году написал статью к еврейскому вопросу, и там два очень важных момента. Ну, он говорит, суть не в иудаизме, как религии, а суть в характере самого еврея. Ну, многие евреи, я когда там об антисемитизме, там, где-то дискутирую, они признают, говорить, ну, не напрямую, но, что Маркс – главный антисемит. Вот. Да, не антисемитизм, антисемит его признаёт, он ошибался, но вот когда он говорит, что сущность не в религии, а в характере евреи, и подчёркивают, что они по своему характеру, по своей сути торгаши, и главный их раввин – это деньги. Они, овладевая деньгами, вот они действительно овладеют деньгами, а потом они на эти деньги покупают всех и всё. И там же говорит, а вы, христиане, превратили себя там в товар, продаёте, и среди вас гораздо больше евреев, чем, значит, иудаисты еврейской нации. И вообще-то сегодня даже взять религию, посмотрите, где-то, это я вот прочитал, ну, вроде надёжные источники еврейские, кстати, говорят, что иудаизм предполагает 613 признаков иудея, 613 заповедей, которые признаются чистыми евреями, из которых 365 заповедей, что запрещено под страхом, запрещено иудею делать, и 248 заповедей, что он должен делать. И вот еврейские специалисты говорят, что таких, кто соблюдает заповеди эти, чтобы быть чистым иудеем, ну, практически нет. Ну, дают-то менее 1%. Леонид Григорьевич, а мне кажется, ну, я, конечно, не изучала эти заповеди, да, но чтобы 613 заповедей не противоречили друг другу, мне кажется, просто такого не может даже быть. Ну, вот и всё. Поэтому, я говорю, вот здесь и причина. Но то, что его сделали вот этим передовым отрядом англосаксы, к ним я причисляю и тех олигархов, тех высокоположенных, будем говорить, и высокочтимых, занимаемых там большие должности, как, например, Генри Киссинджер, вот, тоже еврей, но они бизнесмены, прежде всего, на чём-то сделавшие там свои миллиарды, но они прагматики, и поэтому они смотрят, что Израиль заигрался вообще-то, он нужен им приносить доходы, и вот создавали для этого, там, чтобы нефть захватывать и цены регулировать на эту нефть, чтобы они выгодными были. А они своей политикой, своей политики, наоборот, сокращают эти дивиденды, эти доходы, эти прибыли, вот, свои вот это. И они вот сейчас, я полагаю так, что они уже подружмевают и принимают практические меры, что государство Израиль им не нужно. Да, и вот не нужно, потому что оно приносит одни убытки, прежде всего, финансовые, и, ну, вот, я, наверное, соглашусь с теми нашими вот экспертами, которые там говорят, ну, вот, Фекрят Шабанов очень, о, такой мудрый, я скажу, эксперт, да, что начинается с закрытия Израиля как государства. И ссылаются все на Генри Киссинджера, который в 2012-м, по-моему, году открыто заявил, что, и я подчеркнул, в разные интерпретации подают, что проект государства Израиль завершится, ну, он там 10 лет давал, через 10 лет, а значит, планирует. Но я вот отслеживаю, давно уже анализирую те операции, которые проводили там и американцы даже под эгидой ООН, против Ирака и под эгидой Совета Безопасности, да, ООН, и другие операции, американцы отличаются от нас, да, вообще западники даже можно обобщенно сказать, от нас, русских, прежде всего, тем, что они, решая одну главную задачу, они, как бы, знаете, вот со всех сторон подстраиваются, решают ряд частных задач, вот. И вот, глядя на то, что произошло вот с Хамас, Хамас, это детище израильских спецслужб, признают это и в Америке, в меньшей степени там Британии, вот. Ну, и у нас то же самое детище для того, чтобы вот организация освобождения Палестины, которую тогда еще, если Арафат, вот возглавлял, и все арабские страны, или, по крайней мере, подавляющее большинство, поддерживали вот эту организацию и финансировали, и политически, и, естественно, это обычное явление, ну, в каждом противостоянии для того, чтобы противника, значит, если он силен, разобщить, ну, вот даже Вторая мировая война. Смотрите, мы опасались, Сталин особенно, что вот Запад будет единым. Германия – это, хочешь не хочешь, западное произведение, вот, произведение Запада. Вот, и Сталин, и поехал японского посла лично на вокзал проводить, чтобы Япония была нейтральной, и вели большую работу и с американцами, и с Черчиллем тем же, и с британцами, что вот не получилось вот этого единства. Так что и здесь тоже, ну, и видим, что каждые британцы свою задачу решали, американцы решали, в том числе задачу покорить Британию, или поставить ее ниже себя. Вот и здесь. Ну, вот главное, если даже мы возьмем в качестве предположения, что закрывается Израиль как государство, и для этой версии есть много-много фактов, ну, вот эта внезапность. Понимаете, израильские спецслужбы создавали этот Хамас, причем такого суницкого толка. Естественно, вся эта организация пронизана агентурой израильской, и не только. Серьезная там система защиты, вот закрывали, где сектор газа, там тройной такой вал, который не пройдешь там. Ну, вот девушка, молодая женщина из Израиля, она как раз вспоминала, она два года служила как раз там, на границе. У них женщины все служат, да. И она говорит, что там птица какая-нибудь сядет, говорит, и нас по тревоге, и мы, говорит, там какой-нибудь там этот зверок пролезет через эту сигнал тревоги, поднимаемся, говорит, и порой там, ну, всю ночь там не высыпаешься. Так что... Да, но ведь на Израиль работает и разведка Соединенных Штатов, включая космическую, радиотехническую, там все виды разведок работают. И у них соответственно соглашение есть, там и британцы очень мощно присутствуют там. Вот, и через Израиль решают задачи. Так что вот это говорит, что действительно Израиль подставили. подставили, значит, кто-то через свои каналы приказал не видеть, что там тысячи ракет готовятся, что формируется, и это очевидно, вот такие боевые спецназовские подразделения. Леонид Григорьевич, а если это все-таки другая версия, что да, Израиль это сам все сделал, так как у него вот и разведка была, и ПВО не заработала, это типа как с пробиркой. То есть для того, чтобы начать эту войну, для того, чтобы захватить все-таки Палестину. Спровоцировать. Еще есть одна историческая закономерность. Большинство войн и вооруженных конфликтов, вот туда за 300 лет даже глянуть, а может быть и дальше, они начинаются с провокации, потому что каждый агрессор должен вот именно объяснить, почему он пошел завоевывать. Это американцы с испанцами там, тогда вытащили, ну туда, к Кубе будем, на юг, старый свой списанный эсминец, взорвали его и тут же огласили, это испанцы и начали изгнание там испанцев. То есть технология одна и та же абсолютно. Да, ну и Гитлер даже, значит, спровоцировал, там собрали этих осужденных в немецких тюрьмах, отделив польскую форму и вот в местечке Гряевец изобразили нападение там на радиостанцию гитлеровскую, на другие объекты. И вот это было, и кто в это не верит, но вот они для своего там народа, ну примерно вот тоже то, что там творилось. Положили там этих арестантов, их там перебили паряки, но вот повод для войны, не причина, а повод. И здесь то же самое, наверное. Я не скажу, что это там министр обороны Израиля приказал или там Натаньяху. Нет, делают уже, ограждая вот их, ну от ненависти населения, по крайней мере. Вот кто-то работает уже, ну... Леонид Григорьевич, ну если проект закрывается, значит он должен где-то открыться. Хотели открыть его в Крыму, как мы знаем, и в принципе переселение и сейчас есть, вот и на Украине. Вот это решение уже следующих попутных задач. Вот как любая операция, Запад умеет считать деньги. И вот эта гибридная война, новая форма, тоже вот там посчитали, что она будет дешевле. Ну, создать тот же ИГИЛ, например, вот мы знаем. Создать ХАМАЗ. Да, это дешевле. Старенькое оружие там, немножко долларов разрешить, грабить. Ну вот как ИГИЛу грабить там и вавилонские. Запрещенные в Российской Федерации. Ценности, да, да, да. Вот, поэтому, но мне кажется, что вот может быть это главная, а может не главная задача закрыть государство Израиль. А главная все же задача создать ситуацию, вот, чтобы вот этот большой Ближний Восток, который сейчас вот называют ряд специалистов большим югом мира, создать под англо-саксонским и, естественно, олигархическим, в том числе, там, еврейским, вот, составом ликвидировать или ослабить Иран. Вы понимаете, вот как к Ирану не относись, но, и он, кстати, к ХАМАСу, сунейское движение, не ими создавалось, отношения большого не имеет. А вот Хизбалла, это действительно шиитская организация на территории Ливана, вот, которая Ираном поддерживается. Но сегодня Иран, как это звучит, не странно, превращается в тот вот островок или в ту территорию, через которую идет формирование Ближневосточного, большого Ближневосточного вопроса или региона. Мы видим, что активно вошел и уже давно, там, через институты Конфуция, через, там, торгово-экономические отношения, вошел на африканский континент Китай. И Китай вложил, ну, огромную сумму в развитие Ирана в условиях санкций против Ирана. И Китай примирил, не допустил конфликта. Англосаксы и Израиль очень работали, чтобы возник конфликт, вооруженный между Ираном и Саудовской Аравией, с подключением, естественно, там, других стран этого региона, к этому вооруженному конфликту. Китай примирил. И даже, вот, там, украинская, вот, эта конференция по Украине-России, куда Россию не пригласили, она прошла под эгидой Китая в Джиди, Саудовской Аравии. Вот. Это все шаги, экономические, политические и специальные шаги Китая для того, чтобы, вот, ну, доминировать там или мощно присутствовать на вот этом большом, формирующемся Брежнем Востоке. И вот Иран – ключевая фигура. Мы видим отношение России, отношение Китая к Ирану, и вот этот треугольничек, Китай, или ось, точнее, наверное, Китай, Иран, Россия, и плюс, в надежде, что подтянутся другие страны, ну, о Сирии там можно не говорить однозначно, есть Египет, есть Саудовская Аравия, они вот подтянутся и составят основу вот этого большого юга или большого Брежнего Востока. И вот задача стоит, вот, сейчас рассорить, расстроить, точнее, отношение вот в этом обозначавшемся там союзе Китая, Ирана и России. И это же будет, ну, шелковый путь Китая, вот, южный шелковый путь. Я так понимаю, что Англосаксы, вот вся вот эта вот группировка, ну, либо у них совершенно вот такая вот цель, чисто религиозная, да, с Палестиной убрать с этого кусочка и построить там, наконец-то, свой храм Соломона и вот этот проект продвигать, либо, все-таки, сначала схомячить, допустим, Иран, потом Россию, потом Китай, и вот по такой же почке. Развязать большую войну, ну, когда у соседа горит рядом с твоим забором дом, вот, это понятно, что сосед не может не сосредоточиться на чем-то высоком и там, ожидания других тяжелых последствий. Вот эта задача стоит. А теперь вот, вот я полагаю, что это главное. Израиль, уходя, должен решить проблему Ирана. И вот здесь я говорю, что Израиль не пойдет, не так, просто, естественно, с Ираном схватиться, он не выдержит, а он может применить ядерное оружие. Многие, мои даже коллеги, с этим не соглашаются, но, знаете, когда, значит, враг наступает, то, подрывая даже гранату, это вот фактов, много таких было, подрываешь себя, но чтобы обязательно там несколько, там, гитлеровцу погибло, вот и здесь, вот подобный факт может быть, применить ядерное оружие. А Иран может ответить тем же? А вот здесь, ну, не будем говорить, есть у Ирана, нет у Ирана, но я полагаю, что ответить, наверное, есть чем-то. И вот здесь возникает вот такая дилемма и для России, и для Китая. А для того, чтобы этого не произошло, нужно, я об этом писал еще 20 лет, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил, нужно создать противовес. Противовес израильскому ядерному арсеналу. Ведь Израиль, опять же, вот в отличие от всех других стран мира, он, ну, по-разному там оценивает, но до 400 там боеголовок, ну, кто-то говорит там 250, но это огромный ядерный потенциал и угрожающий всему арабскому миру, по крайней мере, и Ирану. Но для того, чтобы не допустить ядерного конфликта, нужно уравновесить. Ведь где-то начиная там с 70-х годов, когда мы, да даже вот 62-63 год, кубинский кризис, он показал, что избежать войны можно только создав, ну, равносильный потенциал ядерный. И вот, когда был достигнут паритет, мы видим, как развернулись наши отношения с американцами. и я, мне довелось присутствовать там, вот, где Хрущев, ну, ситуационная комната. И, конечно, я бывал в нашем центральном командном пункте генштаба. И на удивление, вот там бывший командующий стратегическими силами США, он вот показывал, ну, водили меня, вот, постоянно дежурят там генералы, рядом переводчик, или генерал, знающий русский язык, переводчик, и вот это красный телефон, красная линия. Телефоны там обычные, но, вот, он мне, командующий стратегическими силами США, говорит, вот, я инструктировал эту задачу, вот, там, показывал, где. Первое, если, говорит, у нас в США произошел случайный пуск, там, или даже кто-то, вот, там, ну, он говорил, там, сошел с ума и нажал эту кнопку, то первая задача схватить эту трубку и генералу центрального командного пункта Советского Союза, значит, тут же сообщить, пуск случайный, ядерной боеголовки нет, то есть, и мы, и они, американцы, сосредотачивались на недопущении, и даже мы видим, дальше видим, пошел процесс ограничений стратегических ядерных, там, наступлений, затем, значит, сокращение, и даже СНВ-3, вот, как раз об этом там говорит, то есть, это вот такое, поэтому я говорил, что для того, чтобы не возникло ядерного конфликта на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке, вот, нужно Ирану дать в какой-то форме, ну, соответствующий ядерный потенциал, пусть там будут не иранцы даже, но, если прилетело из Израиля, то должно полететь в Израиль, вот, и в этом случае вот ядерное оружие, я уже не раз тоже говорил и писал, что ядерное оружие при достижении паритета является миротворцем, ну, тот же Пакистан и Индия там, осуждали, но у них появление ядерного оружия у одной и другой страны, по сути дела, ну, значительно сократилось число и провокаций, и вооруженных столкновений, ну, Джаму и Кашмир в этой, там, спорной провинции, вот и все. Поэтому вот здесь нужно так иметь в виду, чтобы не было большой вот этой войны, потому что она потом может эскалацию, ну, вот это, развивать вот этого конфликта, туда и Китай втянется, там, ну, каким-то образом Россию это затронет, весь Ближний Восток, вот, Европу и прочее, прочее. Так что вот это, вот, геостратегическая ситуация складывается. Ну, а дальше вопрос стоит, ну, как говорится, трудоустройство. Израильтян, которым вот сейчас предлагают ехать, и уже бегут, в том числе и наши многие бегут, трудоустроить. И дальше, вот, давайте еще одного сиониста послушаем, да, это Игорь Беркут. Вот его недавно, мне недавно прислали с Украины, где он говорит, откровенно, это тоже высшая форма расизма. Он об Украине, говорят, вы пиндеровцы-то, вы хохлы, ваша задача убивать русских. И умирают. Они есть в управлении Украиной, и Зеленский уже говорит, что Украина, это будет не европейское государство, это будет большой Израиль. Вот, и мы видим, что в Крыму происходит, я уже говорил на эту тему, да, да, и вот, чтобы евреи выселить оттуда, может быть, даже перед применением ядерного оружия, в ожидании применения ядерного оружия с другой стороны, ну, гуманизм такое проявляет, выселить их. Куда их выселить? Посмотрите, Европа как отреагировала. Они категорически не приветствуют появление евреев в европейских странах. Ну, тут ряд причин есть то, что, вот у меня масса этих самых там выдержек, я брал, что еще и короли, там, и герцоги говорили, что это обманщики. Но, с другой стороны, европейцы понимают, приедут, в результате конфликта мусульман с евреями, приедут в страны, ту же Францию, там, Германию, где мусульманского населения уже достаточно много, значит, это будет потрясение для самих этих европейских стран. И вот здесь два есть, конечно, вот этих проекта, один очевиден, вот о чем Игорь Беркут, этот идеолог нового Иерусалима, нагло так говорит, вы не лезьте в эти дела, это наши дела, ваша задача идти убивать русских. Вот, ну, с нашей стороны, примерно, наверное, такое открыто не говорят, но, тоже здесь есть определенные силы, есть эта секта, Хаббат, да, вот, наверное, то же самое, причем, там заявляют, ну, украинские евреи, как, расисты, они говорят, что евреи не воюют, не ходят в атаки, евреи, да, находятся в этом, чтобы вас, значит, там, кахлов наускивать на русских, и там же нас присутствует, израильские, в качестве инструкторов, по крайней мере, так говорят, вот, то есть, вот их задача стравливать, поэтому европейцы не хотят, и они вот, открыто в наблую, и Зеленский уже об этом говорит, что Украина, это большой Израиль, но не какая-то там либеральная европейская страна, вот, значит, это Украина, и дальше Крым, дальше Крым, вот, я еще раз повторю, потому что российское руководство, через Мединского, Слуцкого, я не говорю об их, не подчеркиваю их национальности, там, ну, рядом был, Абрамович, вот, и они легко договорились по Крыму, что Крым возвращается в Украине, а потом Украина дает в аренду, нам там, ну, на много лет, да, вот, такой фокус, ну, слава Богу, он не случился, не случился, но тем не менее, вот, вот эти два, Украина, ну, пять областей они называют, и Крым, это, ну, предложение, как будущего Израиля, тем евреям, которые должны бежать, правда, Чубайс, говорят, бежал в Эмираты, и просит, пытается доказать, что у нее мусульманская кровь, что ли, так, ну, это, наверное, такой фейк, эмористичный, да, Галкин, побежал, говорит, доказал, побежал в Болгарию, доказывает, что, поскольку, один из мужей, его нынешней супруги, Аллы Пугачевой, был болгарином, поэтому его признаете болгарином, но это, просто вот эти анекдотичные, такие фейки, да, но они говорят о том, что действительно сейчас, и честные евреи, вот, ну, там и профессора, и медики мощные, и наши прошлые граждане, как Высоцкий пехотам, на четверть, бывший наш народ, вот, все это, это, сегодня проявляется, так, что, разыгрывается большая трагедия, но, это реализуется, скорее всего, англо-саксонский большой проект, и пожертвовать Израилем, да, и пожертвовать палестинцами, или там, да еще там кем-то, вот, ну, это стоит для них небольших денег, так прямо сказать. Иоанн Григорьевич, а вот Вы, мы поговорили с Вами, куда израильтяне побегут, а куда все-таки палестинцы побегут, ведь понятно же, что они тоже побегут, и, скорее всего, в Европу, наверное? Ну, будут пытаться бежать, конечно, там, Италия, Испания, где-то вот, в эти Средиземноморские, Грецию, там, но, насколько их там пустят, да, но, вот, позиция, интересна позиция Египта, и в какой-то мере Сирии, что нет, это арабские земли, и Вы никуда не должны бежать, мы Вам поможем, ну, там, видимо, материально, финансово, поможем добровольцами, но Вы должны оставаться здесь. И вот, тоже вопрос, ну, правда, сообщают, что, вот, предупреждение Израиля, там, 24, потом, 6 часов, чтобы покинули, сообщают, я не знаю, правда, это неправда, что где-то более 300 тысяч палестинцев, там, их около 2 миллионов, секторе газа, они уже выехали, выехали в ближайшие арабские страны, выехали даже там, где-то поселение израильтяне дают, в виде там школ, и там других помещений, вот, так что, ну, не позавидуешь палестинцам, как и израильтянам, тоже завидовать, там, не очень хорошим, израильтянам. Спасибо, Леонид Григорьевич, у меня такой еще, немножко отвлеченный вопрос, слышала, что в Карабахе двух наших полковников убили, вот, и откупились деньгами, скажите, может быть, вы знаете, сколько стоит жизнь полковников? Ой, да ничего она не стоит, полковники разные есть, есть полковник, который арестовывает там, Дохарченко этот, сколько у него там, миллиардов, я не знаю, как оценить, у нас жизнь офицерская, мы, и мы присягу давали, и пронесли через свою жизнь, через судьбу, служить бескорыстно, это наша земля, земля наших предков, сколько крови уже полито на этой, на гастрадальной земле, это во-первых, во-вторых, вот в нас, и в советское время, что бы там ни прилип расставина, Русь, вот я недавно вычитал, что уже, Русь, она произошла, и до сих пор в некоторых там, ну, староверов, вот, держится, Русь, это свет, светлая, да, пришла, вот свет, который озаряет весь мир, который, значит, ну, вот своим творчеством там, озаряет, освещает многие народы, наши вот коренные народы, малые народы, вот это свет, да, и, вот, кто за деньги, за деньги, кстати, царской армии, вот, особенно вот это, восстание декабристов, движение декабристов, там деньги вообще не присутствовали, они обладатели были больших, их отцы там, сами некоторые вот офицеры, в том же звании полковника, тот же пести, они были не бедными, я не говорю, что они купались в роскоши, но, это были двояне, признанные, тоже те же мои потомки, вот, Ивашу, Петр Никитирович, Никитирович Ивашу, значит, был достойным генералом, там, служил при Субории, начальником штаба был, при взятии Измаила, ну, все оказалось имел, а его сын, значит, пошел, вот, именно, вот, в декабристы, и затем сидел, и умер там, в острогах, к нему приехала, нефеста его, как вот и Мария Турбецкая, там, другие, вот, знатные дамы, поехали и там, проводили, так что, не за богатство слушать, да, достаток был он, в разные времена, разный был, но, я про советское время скажу, да, у тебя, Гундарович Горисеев ставил, вот он мне звонил тоже, значит, ну, вот там, законы, незаконные приказы, так вот, мы там, получали, ну, больше даже, средней зарплаты, зарплаты, по стране, но, это мне довелось в Верховном Совете доказывать, тогда еще, совет, да, когда там, эти, Клубенченко, этот, как его, Питерский, Собчак, там, другие, вот, надо всех уравнять, офицеров, почему они, вот, у нас все равны, почему им какие-то льготы, и мне приходилось доказывать, что, вот, мы не регламентированы, во многом мы люди, бесправны, я там приводил, даже им пример, я говорю, вот вам завтра, ну, на Лубенченко, он такой депутат от Питера, я говорю, вам завтра, сегодня приезжаете домой, у вас лежит приказ, завтра с вещами явиться, на расследование, на Ренмар, ну, а что я там не видел, да, ну, как, вроде не надо служить, да нет, я здесь послужу, там, немного, я говорю, а у нас, у офицеров нет, приказ, собрался, не спрашивай, и поехал, это, называется ограничение, в праве выбора места своего проживания, дальше, там, не нормированный рабочий день, ну, там, приводил, вот есть 33, особый был закон, об уголовной ответственности, за воинские преступления, и начинался он, сон на посту, ну, сторож уснет, где-то там, что, ну, дадут под зателек, выгонят там, оштрафуют, а это уже уголовное наказание было, и вплоть до смертной, смертной казни, там, 33 статьи, которые гражданских не касались, вот, так что мы, вот, были ограничены, и, поэтому, единственная категория была, это, вот, военнослужащий, офицер, прежде всего, который, за неисполнение приказа, или, неповиновение приказу, нес, однозначно, была в военное время смертная казнь, ну, в мирное время, там, где-то до 20, что-то давали, вот, так что, вот, это вот нас, ну, и мотивировала, прежде всего, любовь к своему отечеству, вот этой Руси, к этому свету, к этой, политой земле, да, и это наша русская офицерская традиция, а сейчас то, что происходит, ну, я ни света не вижу, я ни совести, мало встречаю сегодня, да, в военной среде больше, справедливости, главное, офицерской чести, ну, так что, вот, для нас, это было, поэтому, сколько жили стоит, стоит по-разному, и, кстати, о евреях, вот, самый уважаемый генерал, у нас, вот, уже, здесь, начиная, там, с Горбачевца, и сельсинских времен, это Рохлин, Лев Яковлевич Рохлин, еврей, но еврей детдомовский, потерявший там многое во время войны, и он для нас пример воинского долга, воинской чести, и взаимоотношений в среде, поэтому, говоря о евреях, там, о израильтянах, иудеях, вот, есть среда, среда, и я, вот, общался, и с Раим Шамир, вот, Эдуард Ходорс, мы дружили там, другими евреями, вот, эта среда взращивает, и тем более, вот, как Лев Яковлевич Рохлин, он, если в офицерской среде, ну, начинает, где Томовская, там есть и круговая порука, и в молчании, что никогда не скажешь, и он лучше всех других, вот, офицеров-генералов, берег в первой чеченской войне, своих ребят, был с ними, он был для них батей, вот, о чем нужно сегодня, наверное, думать и говорить, и прежде всего задумываться, евреи и ем, кем они хотят, или видят в нас гоев, а они некий там, Божий, Божий народ, придумали версии, что они от Адама, там, Евы, и вот, Божий народ, и все народы равны. Спасибо, Леонид Григорьевич, на сегодня все, друзья, с вами были я, Виктория Ахметова, и Леонид Григорьевич Ивашов, Спасибо, до свидания. Всего доброго, всего доброго, мира да, и света.